МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В селе Павла Куракина торжественно открыт мемориал в память о священнике Алексея Листове и с ним за веру пострадавших. Сын священника, отец Алексей, родился в селе Пыркино, Макшанского уезда, в 1868 году. Окончил Пензенскую духовную семинарию. В Павла Куракина прослужил недолго. Сюда он был направлен после закрытия Михаила Архангельского храма в селе Литвино, ныне Сосновоборск, где батюшка прослужил почти 40 лет. Павла Куракина в 1931 году его и арестовали. Он, священник, прослужил 37 лет в Сосновоборске до 29-30 года. Где-то вот этот период там кратенький, число, дату точно установить не получается. Ну вот он был переведен сюда после закрытия там храма. Там он прожил 37 лет. Сам он родился в Пыркино. Это сейчас Бессоновский район. Там он прослужил достаточно долго. Было у него 13 детей, как мы установили. Жил я прямо рядом с тем местом, где он служил. Сейчас там почта находится районная. Раньше был храм. Да, и даже одна стена храмовая в составе почты сейчас и присутствует. Вот он был последним настоятелем, который был в Сосновоборске Архангелем Михайловского храма. Такого красивого, мощного. Священник Александр Труфанов заинтересовался личностью отца Алексея больше 10 лет назад. И все это время в мыслях было увековечить его память на малой родине. Интерес появлялся давно. Особенным толчком стал, когда издали книжку о Сновоборских мучениках. Интерес был до этого, потому что я уже тогда до этого увидел фотографии, что такой человек был. И когда уже начал подробно узнать о нем информацию, о том, что он был расстрелян, жена была осуждена на несколько лет, вот с этого все и началось. Узнал, что его перевели именно сюда, служил здесь и уже пострадал. Он тоже здесь, отсюда был увезен. И 29 марта 1931 года его расстреляли вместе с прихожанами. Те, которые указаны сегодня на обелиске. Преснопамятный храбек Божий, священник Алексея, И с ним пострадавших Василия Нестора Федора Василия, Покой, тишины, блаженной памяти Господу помолимся. Сегодня рядом с именем отца Алексея Листова на мемориале увековечены также Василий Беляшов, Нестор Богомолов, Федор и Василий Кирюхины. Там была попытка снять колоколов местной власти. И вот здесь люди явили не только отец Алексея с матушкой, но и прихожане, а это люди с нескольких сел, то есть не только с одного, как мне пояснили местные жители. Они явили такую стойкость воспрепятствовать этому. Тогда были вызваны войска сюда, из Пенза, если я не ошибаюсь. Один человек был ранен уже здесь на месте и умер по дороге в городище. Было задержано примерно до 400 человек. Вот отец Алексей и трое прихожан были расстреляны. Практически сразу же все это происходило в очень короткий период. Там 2-3 недели они были расстреляны. Их арестовали 29 марта уже расстреляли. Один человек умер в заключении, но другие были осуждены от 1 до 10 лет. Получили тогда. Именно за то, что они осмелились. Не остались равнодушными к своей вере, к храму, к священнику. Хотя священник, вроде бы это было раньше одно, благочинец со Сновоборским районом. Но все-таки там-то он 37 лет, и там он был вроде свой. Но Сновоборский церковь закрыли. Если сейчас посмотреть некоторые данные, там достаточно много народа было против церкви. А здесь достаточно много из-за, потому что там тоже были люди, которые говорили о том, что церковь нужна. И эти фамилии людей даже отображены в этих протоколах заседания, когда они собирались. А вот здесь произошло все более в таком, ну скажем, крутом вираже. То есть здесь дошло до столкновения с властью. Не стали разговаривать. Тут стали стрелять. Показать, кто в доме хозяин, наверное, таким образом. Ну вот. Здесь люди за свою стойкость пострадали. Памятный обелиск установили рядом с молитвенным домом. Храм, который ценой собственной жизни защищали настоятель с прихожанами, находился в другом месте. Сегодня от него ничего не осталось. Сам храм находился в центре села Куракина, который был разрушен в годах лихолетия. А на этом месте он появился совсем недавно. На этом месте была колхозная столовая, которая потом была, когда колхоз развалился, она была передана православной общине. И православные в 90-х годах на этом месте уже открыли молитвенный дом. Поклонный крест мы хотим поставить на месте бывшего разрушенного храма. Сейчас ведем как раз переговоры с администрацией села. А затем будем искать уже благочестивых спонсоров, которые нам и помогут осуществить нашу задумку. Освящение памятника состоялось в день памяти равнопостольного князя Владимира. По словам благочинного городищенского округа протоиерей Виталия Ещенко, это очень знаменательно. Ведь дни испытаний показали, насколько успешной и пламенной была проповедь в селе расстрелянного священника, раз вместе с ним на смерти страдания обрекли себя и его прихожане. Обрекли за веру, насаждаемую когда-то на Руси князем Владимиром. Знаменательно то, что мы сегодняшний день с вами совершаем освящение. И вот этот обелиск, он будет нам напоминать о тех людях, которые своей верой, своим благочестием сохраняли веру, которую насадил князь Владимир. Насадил князь Владимир. Оно прошло через века, даже через тысячелетия. И вот в сегодняшний день мы с вами совершим панихиду о памяти, светлой памяти. И также совершим освящение этого обелиска. И сюда будут приходить многие, я думаю, и сельчане. И будем, наверное, уже открывать ежегодно здесь богослужения у этого обелиска. Тем самым совершая память наших новомучеников и исповедников российских. В том числе и Павла Куракинской земли. А мы знаем, что Павла Куракина, она имела особое место в прошлом столетии. Потому что время было тяжелое. И оно сопряжено с богоборческим временем. И вот, как свидетельствует хроника тех лет, исторические данные, то, что когда прибыл отряд с городища для того, чтобы разобрать все церковное имущество, то народ вышел вокруг храма и встал на защиту своей церкви. А церковь в селе – это душа народа. И, к сожалению, произошли такие тяжелые события. Вот, постреляли, увели в тюрьму. Начался новый этап развития нашей страны и наших людей. Храм в итоге взорвали. А если вы знаете, то возле храма еще была часовня. Вот, находилась. И на этом месте сейчас, к сожалению, стоит Дом культуры, который тоже уже практически дожил на своей дне. На церемонии освящения в числе прихожан молитвенного дома присутствовали и несколько родственников, пострадавших вместе с отцом Алексеем прихожан. Одна из них – проправночка Василия Кирилловича Кирюхина Наталья. В моей семье как-то про эти страшные годы мало что говорилось, но от своей бабушки я слышала одно, что ее дядя Матфей Кириллович, произнеся такие слова «не трогайте крест», «не трогайте колокола», был схвачен, как говорится, она сказала, под белые рученьки и увезен в Пензу, в тюрьму. И там в последующем расстрелян. Ну, а остальных, значит, про прадеде Василия Кирилловича, мы знаем то, что его сослали в Соловки, дальше он тоже был там расстрелян. И Федор Кириллович был сослан в Сызрань, тоже там был расстрелян. Вот об этом я знаю. Но у меня, конечно, очень много занимался историческими различными фактами. Мой покойный отец – это Кирюхин Георгий Михайлович. Он очень-очень много писал в различные инстанции, собирал различную информацию. Ну, из этого мы знаем. Они были сильно верующими прихожанами, конечно, посильный вклад в насилие, участвовали и в строительстве, и в ремонте храма. Они трудогольки были, скажем так, у них было свое личное подсобное хозяйство, земли, скот. В общем, трудились. После ареста Василия его семью в покое тоже не оставили. Супруга, престарелые родители и дети сильно притеснялись. И в итоге вынуждены были скитаться по родственникам. Вот, например, моя прабабушка Екатерина Егоровна Кирюхина, получилась так, что у них был дом, земля. В то время, конечно, время такое было достаточно тяжелое, и зависть была страшная, сами понимаете. Получилось так, что, значит, после того, как арестовали ее мужа, к ним тоже пришли. Пришли из дома, все абсолютно вынесли, вывезли. Детей выгнали. И ее тоже. И с ней вместе выгнали свекров. То есть с ним еще и свекровь шла. И вот их всех вместе посадили в поезд. Насколько я знаю, то есть вот со слов своей бабушки и, конечно, по информации своего отца. Посадили их в поезд и хотели уже, в общем-то, вывозить отсюда с территории вот нашей, значит, нашего села Палу Куракина. Вот. Ну, получилось так. Я не знаю, в течение каких-то обстоятельств. Дело в том, что их как бы остановили поезд и их высадили. Но в тот день, когда их уже арестовывали и выгоняли из дома, сильная была гроза. Вот. Гроза была. И гром прям молнию ударил в дом. И, в общем-то, все сгорело абсолютно дотла. Конечно, они скитались. Очень скитались долго. То в одном доме жили, то в другом. Как-то по родственникам, каким-то знакомым. Не было, как говорится, пристанище. Вот. Приходилось многое терпеть. Но, несмотря ни на расстрел главы семейства, ни на всяческие притеснения со стороны властей, все в роду Кирюхинах всегда оставались. Глубоко верующими. И, насколько я знаю, тоже со слов бабушки своей, что Акелина, это вот, значит, ее бабушка. И вместе с дедом, с ее, они ходили, получается, с Кириллом. Акелина и Кирилл. Они ходили пешком в Киев. В Паломнической такая была у них миссия. Они ходили туда пешком и принесли оттуда иконы. Даже у нас они сохранились до сих пор. То есть, как бы, род у нас весь верующий. Конечно, во времена богоборчества в Павла Куракина и в соседних с ним селах пострадала не одна верующая семья. Просковья Кокорина, уже отметившая 85-летний юбилей, хорошо помнит рассказы старших родственников о том времени и о расстреле Василия Беляшова прямо у дверей храма. Вот с поселка Середы, наш сватья, Беляшов, Василий, я уже забыла, как его фамилия-то, по цепи забыла. Он в церковь не ходил. Вот они сами рассказывали. Он в церковь не ходил. А в церковь, говорит, самый первый пришел защищать церковь. Вот почему, не знаю. Как встал, говорит, у замка, и не уйду. Что хотите сделать, не уйду. Не дам замок щибать, не дам замок щибать. И его там убили. Одна его сродница у нас в снухах за моим братом. Вот она рассказывала. Дедушке мужа Просковье Петровна расстрела удалось избежать. Он 8 лет провел в сибирских лагерях. История его возвращения к жене и детям тоже стала семейным преданием. Дедушка-то пришел сюда к нам и рассказывал, как он шел. Как их отпустили, отсидели у них там, отработали в 18-е годы. Пешком шел. Из Сибири шел он долго. А где, говорит, лошадь попадется, сяду. Так вот и, говорит, дошел до Чадайшки, говорит, я. Ну, я, говорит, что днем не пойду. Пойду, говорит, вечером. Пойду, говорит, вечером. Я пришел, говорит, вечером. А у меня, говорит, крышу сняли, железо, говорит, утащили. Моя, говорит, матушка в этом, в сарае живет. Печка железная. Вот она, говорит, это. Живла с этой печкой. И вот он рассказывал, как они там жили, как над ним там издевались все. И вот, говорит, стащили у нас, говорит, эту крышу. А бабушка-то моя, говорит, вот в этом сарае жила с печкой. Я, говорит, пришел, ей прошу ночевать, пусти меня, говорит, ночевать, я переночую. Она, говорит, у меня, говорит, дети, да вот и покормить-то нечем. Вот из школы пришли, была кислопохлебка, тоня, сель, чем я тебя покормили, и нечем. Она ее не знала. Он туда пошел без брода. А вот с бродой пришел. Я, говорит, сидела, сидела, и, говорит, гляжи, ну ее, а темно, цвета-то нету, коптюшка, вот, ну, вон, как свечка, коптюшка, вот такая. Я, говорит, сидела, и, говорит, что ты объявился ей. Мань, неужели ты меня не узнала? Да, Федор, ты что ли? Да, я, да, ну, конечно, я не узнала. Вот так вот жизнь прожили. И прожил он здесь долго, 104 года прожил. Все верующие, все, вот, где у моего дедушки, все верующие. Они братья, они верующие, все верующие. Вот их за это, наверное, и так отлупили за веру, за Божию. Вот так вот. Живых свидетелей тех лет, конечно, уже не осталось. Стареют и уходят в мир иной и те, кто знает о страшных событиях со слов родственников. Поэтому сегодня, как никогда, важно сохранить в памяти и трагические уроки, и подвиги истинных христиан той эпохи. И сохранить для новых поколений зримым образом. Именно в тех местах, где происходили упоминаемые события. Эта мысль появилась, наверное, у нас, у двоих сразу, практически в одно время. Это у меня и у отца Александра Туфанова. Мы как-то с ним полгода назад встретились в Пензе и, разговаривая о жизни сельской, о богослужениях, он как раз задался вопросом, а помнишь ли, или ты знаешь ли настоятель, который именно там служил. Я сказал, что к своему стыду, конечно же, не знаю, но буду над этим работать, буду узнавать. И через некоторое время я позвонил отец Александра и сказал, что я все нашел. Я нашел в архивных данных и имя, фамилии, тот, кто с ним пострадал. И тогда нам с ним вместе пришла идея установить именно такой небольшой мемориальный комплекс. Я скажу, что отец Александр, он как раз и явился тем нормалкомотивом, который и подталкивал и меня, и в то же время наших прихожан для осуществления этого плана. А средства в основном изыскивал у нас отец Александр. Он узнавал, сколько будет стоить кирпич, мы вместе с ним ездили и выбирали плитку, вместе с ним составляли макеты, вот именно этой мемориальной доски. Ну, отец Александр был, кажется, финансовым спонсором, ну а мы в основном с прихожанами здесь осуществляли всю остальную деятельность. Ну и помощь какая-то, знаете, чувствовалась. Я, может быть, и не такой же глубокий мистик, но вот эта молитвенная помощь, как-то все с легкостью начиналось. Отца Романа, где-то отцу Романа было даже со мной нелегко, он сам признает, потому что все надо делать в темпах. Вот. Ну вот, получилось то, что получилось. И планируется дальше такой же создать, даже, может быть, по объемности, в самом Сноборске, именно на том месте, где отец Алексей Листов служил. Собрать воедино архивные данные и даже отыскать родственников расстрелянного священника Алексея Листова было непростой задачей. Удалось найти его родственников. Я нашел его внука и правнука, которые проживают в городе Саратове, которые помогли узнать ту информацию о его матушке. И ее фотографии у нас тоже имеются. Что она не пропала без вести, как считалось, а вернулась из заключения, просидела там всего несколько лет. Ну, как всего. То, что это была Архангельская область, там, сами понимаете, три года оно за полжизни прошло, да еще в тех условиях. И в 46-м году она скончалась в Саратове, где до сих пор похоронена. То есть даже войну она тоже пережила. У них информации, может быть, не так много, потому что его внук, уже тоже человек в годах, он говорит, что это сын, младшего сына отца Алексея. Говорит, что отец очень любил вспоминать эти события, потому что здесь их просто вытянули тогда на улицу. Фотографию для памятного монумента Павла Куракина также предоставил внук отца Алексея. Я планировал съездить пообщаться с ним впрямую, не только по телефону. Пандемия у нас, карантин, они ударили по рукам. Но я уже доложил и Владыке Серафимову о своем желании, и он только благословил это начинание, что в ближайшем будущем обязательно договориться съездить. В первую очередь огромную благодарность за установку памятника всем инициаторам выражают односельчане и родственники расстрелянных прихожан. Просто необыкновенное чувство восторга. Все-таки спустя столько времени решили увековечить память всех пострадавших. Вы не представляете, восхищению нет предела. Я, конечно, хотела выразить огромнейшую благодарность нашему многолюбимому, всем уважаемому настоятелю, отцу Роману. Это необыкновенный человек, который действительно отец Александр дал ему эту идею, он начал ее развивать, развивать, вносить, как говорится, в народ, изыскивать какие-то всевозможные средства. Я очень ему благодарна. Конечно, и тем людям, которые внесли посильный вклад и какую-то свою частичку и души, и тепла, и доброты. Я очень всем благодарна. Низкий им всем поклон. Многое благая лето. Проживающий в Саратове внук и правнук священника Алексея Листова даже не ожидали, что кто-то на Малой Родине еще помнит и чтит его исповеднический подвиг. Они вообще счастливы от того, что все происходит. Сначала мы в Сосновоборске опубликовали статью в местной газете. Вот с этого началось. Я им отправлял, то бишь и оригинал газеты, и в электронном виде ее отправлял. И они просто по внуку отца Алексея, по его голосу, что это для него очень волнительный вопрос. Он на самом деле счастлив. И, по-моему, судя по голосу, счастлив до слез, что кто-то о них вспомнил. Ну, и никак можно забыть мучеников. Мучеников в церкви вспоминали всегда. Это бесспорно святые люди, которые отдали самую драгоценную жизнь, за самую драгоценную свою веру. Одно драгоценное, за другое драгоценное. Сосня, ты милый покой, при сне души раб твоих. Следующим шагом по увековечиванию памяти пострадавших за веру земляков станет установка подобного монумента в Сосновоборске. По словам отца Александра, на нем будут указаны именно всех расстрелянных священнослужителей Сосновоборской земли. Сосновоборск Добрый день, дорогие друзья! С вами Влад и Василиса. Знаешь, Влад, я посмотрела программу, где вы с Настей разговаривали о Библии. И мне захотелось открыть ее. На глаза попалась история о сотворении мира и первых людей. Вот и отлично. Побеседуем о ней. Я думаю, эта история будет интересна не только тебе. Адам и Ева были созданы Богом на шестой день творения по подобию его самого. Адам был создан из праха земного. Он должен был возделывать и сохранять Эдемский сад. А Ева была создана из ребра Адама, как его помощница. Вселил их Бог в Адамском саду. И разрешил есть плоды с любого дерева, кроме одного. Дерево познания добра и зла. И все было бы хорошо, если бы не змей, который стал уловками уговаривать Еву попробовать плод запретного дерева. Поначалу Ева отказывала. Силалась на Бога, который запретил ей есть плоды с этого дерева и обещал смерть всякому, кто вкусит этот плод. Тогда змей сочинил живую историю, где Бог поглядел, как завысливая банча. Боящийся конкуренции со стороны людей. И Ева не выдержала искушения и совершила первый грех. Знаешь, Василис, я когда читал эту историю, я пытался себе представить, как выглядит этот сад, в который Бог поселил Адама и Еву. Хорошо, что ты находишь время для фантазий. А моя голова чаще занята неуселанными думами о грядущем учебном годе, контрольном. И еще много не очень приятных мыслей. Но я полностью уверена, что все свои представления окажутся неверными. Догадываешься почему? Попробую догадаться. Тогда человек был чистым, радостным, а не удрученным и обиженным, как сейчас. Тогда Адама и Еву еще не вычеркнули Бога из своей жизни и получили от него такие дары, от которых мы сейчас и представления не имеем. Вот если разговаривать откровенно, Влад, вот я до конца не понимаю, в чем же такой серьезный грех Ева. Ну, съела плод. Ну, мы такими грехами на несколько раз на дню грешим. Это, наверное, самый легкий грех, который мы даже не замечаем. Но Господь из-за этого греха выгнал Адама и Еву из рая. Ты права. Вот сколько, например, раз в пост мы съедаем что-то, что нельзя, и даже не думаем об этом. Но давай-ка вместе попробуем разобраться, что же тогда произошло в раю. А произошло тогда то, что спустя время произойдет уже в садуге в Семанском, когда Иуда приведет туда вооруженных стражников. Проще говоря, в раю произошло предательство. Адам и Ева предали своего Создателя, поверив клевете на Него, но ведь тем самым эти люди и предали себя. Ведь предать обозначает буквально «передать». Передали себя из доброй воли Бога в злую волю дьявола. Также такое могло случиться, ведь райский сад прекрасен, хотя с Богом и безводная пустыня покажется раем, а без Бога и райский сад покажется зарослями кустов и деревьев. Дело в том, что Господь создал два мира. Первый мир – духовный, второй – материальный. Духовный мир населяли ангелы, бестелесные духи. А второй – все люди. Люди имели тело, но тем не менее человек был духовным существом. Человек был неким мостиком между этими двумя мирами. Он был создан духовным существом, но при этом имел тело. Правда, тело было не совсем таким, как мы его видим сегодня. Оно не было смертным и тленным, его ни труд ни тяготил, ни заботы не изнуряли, ни скорби не осаждали. И человеку была дана власть возвещать голос Бога всему материальному миру. И весь мир повиновался ему. Дикие звери не могли причинить вреда, микроорганизмы не могли вызвать болезни. Как сейчас, огонь не мог обжечь, вода утопить. А запрет был всего лишь один – не есть плодов запретного дерева. Василис, а как ты думаешь, для чего посреди райского сада насадил Бог такое опасное дерево? Прямо хоть табличку вешай – не влезай – убьет. Человек же знал, что добро – послушание Бога, а зло – в нарушении его заповедей. А на практике просто мог это проверить, не нарушая закон. Да, знать о добре и делать добро очень сильно не одно и то же. Точно так же, как знать о зле и не делать зло. Например, в ситуации, когда близкий человек сгоряча сказал тебе нечто обидное, добро, безусловно, будет промолчать в ответ, подождать, пока он остынет, и лишь потом спокойно выяснить, что же так вывело его из себя. А злом будет в этой ситуации наговорить человеку с три короба гадостей, нассориться на долго мучительное время. Это знает каждый, но использовать в реальной жизни, увы, не получается. Человек – это не робот, запрограммированный на одно лишь добро. Бог дал ему свободу выбора, ведь без этой свободы выбора даже райский сад показался бы золотой клеткой. И ты считаешь, что на этом дереве и произошел выбор? Да, ведь, судя Божьего запрета, сводилось к предупреждению. Для людей оставался также и путь зла, который вел к ним, но ему погибели. Но, увы, люди не вняли предупреждение Господа и выбрали путь зла. Странно, что Адам и Ева, получившие от Бога так много благ, могли поверить такой грязной лжи. И вместо того, чтобы стать как боги, они всего лишь поняли, что голые, и стали сооружать себе примитивную одежду из листьев. А когда услышали Божий голос, стали прятаться между райскими деревьями от того, кто и насадил их в этот райский сад. Да, ведь предатели всегда боятся встречи с теми, кого предали. А то, что сделали первые люди, это и было самым настоящим предательством по отношению к Богу. Платно, ведь Бог просил им это первое предательство и давал шанс вернуться к себе. Но, к сожалению, воспользоваться этим шансом Адам и Евы не захотели. Ева стала оправдываться тем, что ее соблазнил змей, а Адам и вовсе обвинил в этом свою жену. И знаешь кого? Бога, который дал ему такую неправильную спутницу. Получается, что всего лишь исполнишь одну волю Божьего врага, и ты сам становишься врагом Божьим. Василиса, как ты думаешь, если бы Адам и Ева покаялись, Бог возвратился бы к ним? Я думаю, да. Если бы они сознались, они бы не были изгнаны из рая. Вот, собственно, и все. Предав Бога, Адам и Евы отпали от источника жизни. И прекрасное человеческое тело превратилось в тело жалкое, подверженное болезнями и угрозам. А все потому, что с Богом человек – бессмертный царь вселенной. А без Бога – слепое орудие дьявола. Но я все равно не понимаю, почему наша участь зависит от поступка, совершенного совсем не нами. Да потому, что люди отпали от Бога, и эти изменения унаследовали потомки, современники мы и наши друзья. Да уж, с каждым поколением добавляли все новые оттенки зла и предательства. И вернуться к Богу, падший человек, уже не в состоянии. Не грусти, Василис, ведь невозможное людям возможно Богу. И вот однажды, под сияющей в небе звездой, оделся мальчик Иисус, в котором Бог и соединил себя с человечеством, которое отпало от Него. Тем не менее, именно с Его рождения начинается новая история, где любой человек может примириться с Богом. Но только к этому нужно стремиться. На сегодня это все. К следующему разу мы подготовим для вас что-то очень и очень интересное. Оставайтесь с нами. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова